...всех трясет, если первые два года это были основном проблемы от того, что не указан рост веса, невозможно рассчитать правильность дозировок и плюс еще не соблюдение режимов введения препаратов. Правда, это беда была, у меня волосы стояли дыбом на самом деле. Мы кто во что город, 4 недели, 5 недель перерыв, за 2 года справились, этого нет. Сейчас в последнее время основная проблема, что делать с сопроводительной терапией, должны ли мы ее делать и где взять на это деньги и как нас проверять. Потому что пошли вопросы по, нужно ли профилактировать в ТЭО, гепатотоксичность, какие анализы делать перед обследованием. И деньги с клиник снимаются огромные, споры идут бесконечно, я попытаюсь ответить сейчас на этот вопрос. Итак, я напоминаю, что согласно 430-му федеральному закону, экспертиза качества медицинской помощи, это выявление нарушений в своевременности ее, проведение правильности выбора метода профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. И проводится экспертом качества медицинской помощи, не в страховой компании, как я везде слышу, проверяет ваш коллега, по крайней мере, согласно закону, этот человек, который имеет сертификат, аккредитацию и опыт работы не меньше 10 лет нашей специальности, по крайней мере, в той специальности, которую он проверяет, и еще обученный по экспертизе. То есть, когда вы спорите, то вы спорите со своим коллегой. Критерии оценки качества медицинской помощи в соответствии с 323-м федеральным законом, 64-я статья, они сами, вот эти критерии оценки качества, формируются в соответствии с порядками, стандартами и клиническими рекомендациями. Порядки, стандарты, клинические рекомендации, ну и еще, естественно, инструкции к препаратам, которыми мы с вами пользуемся. Невозможно вводить препараты, не прочитав, что ты вообще вводишь пациенту. И основными функциями, опять же, согласно 231-му приказам об утверждении порядков проведения вот этих вот контроля качества, основными функциями врача-эксперта является проверка соответствия нашей работы вот этим вот порядком, стандартам, клиническим рекомендациям. Давайте посмотрим клинические рекомендации. Я хочу обратить внимание, что на сайте Минздрава, по сопроводительной терапии, у нас есть две рекомендации. По лечению анемии при злокачественных новообразованиях и хронический болевой синдром у взрослых пациентов, которые нуждаются в палеотивной помощи. Отдельно две клинические рекомендации. Ну и плюс рекомендации, практические рекомендации русско. Это не клинические рекомендации. Это практические рекомендации русско, которые вначале, вообще все мы их воспринимаем совершенно точно, как клинические рекомендации, как руководство действия. Но где-то примерно с 19-го, с 20-го, с 21-го года они стали расходиться немного с клиническими рекомендациями. Потому что клинические рекомендации, АОР, которые мы называем, они в реальном режиме времени обсуждаются НМИЦами. И участники организации этих клинических рекомендаций принимают реалии нашей жизни. То есть, еще раз, русско-это на сегодняшний день, это такая научная литература. НССН вы почитаете, ЭСМО вы почитаете, русско вы почитаете. Но, единственное, юристы четко говорят, если в клинических рекомендациях, которые расположены на сайте Минздрава, есть ссылка на эти рекомендации, то они совершенно точно так же становятся юридически значимыми, как и сами клинреки АОРовские. Я вывела на первом слайде, там мне действительно помогал наш клинический ординатор, он врач вообще изначально, уже в ординатуру поступил, будучи врачом. Мы просмотрели с ним все наши клинреки. Я оговариваюсь только по солидным опухолям. Все-таки их у нас достаточно много. Давайте посмотрим опухоли головы и шеи, такие как ротоглотка, носоглотка, гортаноглотка. Там ссылка есть только на нутритивную поддержку. К сожалению, пока. Только нутритивная поддержка в соответствии с рекомендациями русско. Посмотрели. Рак печени. Есть по сопроводительной терапии. Только ссылка на раздел обезболивающая терапия. Тоже смотрим на рекомендации русско. Рак щитовидной железы. Щитовидной железы медулярной и тот и другой. И первичный рак брюшины. По обезболиванию. Вот здесь уже ссылки только на те рекомендации, которые я в самом начале показывала. Эти рекомендации. Есть только такие ссылки. Сопроводительная терапия у пациента с метастатическим поражением головного мозга. Тоже есть раздел в одну строчку. Сопроводительная терапия. Вот эти пациенты. Смотрим рекомендации русско. Это если мы метастазы. Коры надпочечников. К сожалению, никаких вообще ссылок на клинические рекомендации русско. На практические рекомендации русско нет. Там нет ни слова про сопроводительную терапию. Это не критика. Это я вам просто обращаю внимание. Мы это принимаем. Мы разговариваем между собой. Мы это принимаем во внимание. Соответственно. Дальше я просто показываю. Все остальные клинические рекомендации. Посмотрите. Там везде вот прям расписано. Это копия. Немножко шрифт разный. Объем разный. Просто потому что мы копировали. Чтобы показать, что все остальные клинические рекомендации. У них, смотрите, подробно расписано. Что там. Тошнота и рвота. Остемодифицирующие агенты и так далее. У них везде есть ссылка на русское. То есть мы этим можем и должны с вами пользоваться. Соответственно, и эксперт должен проверять в соответствии с этими ссылками. Вот это поняли. У нас есть эти рекомендации. Где есть ссылки. Там мы можем с вами пользоваться. И эксперт имеет право проверить по этим ссылкам. По ним. Не по чему-то другому придуманному. Там, где нет, к сожалению, это вне нашего, по сути, тела, юридического поля. Я хочу обратить внимание, что этим летом Верховный суд признал обязательность применения клинических рекомендаций. Как бы они ни звучали. В том числе, все, смотрите, все клинические рекомендации, в том числе, не размещенные в рубрикаторе Минздрава. Опа. Обязательные к исполнению. Клинические рекомендации. Я про русско много раз говорила. Например, в нашем интерфонде. Они нам говорят практические. Вот их они не воспринимают от слова совсем. Там слово написано «практические». Значит, но клинические, даже если они не расположены на сайте Минздрава, они обязаны к исполнению. Применять клинрейки обязательно, раз они существуют и утверждены профессиональной ассоциацией. Мы с вами утвердили, они обязательны. И утверждает клинические реки Минздрав, как все думают, о профессиональной ассоциации. Одобряет научно-практический совет. Одобрили, приняли. Сами себе. Дальше. Письмо Минздраву от 2 февраля 2023 года, не так давно. В действующем законодательстве ограничения сроков по применению вот этих клинических рекомендаций нет. То есть у нас написано там срок действия до 2023 года или до 2022 года. То есть с точки зрения закона они не устаревают никогда, даже если не были пересмотрены через 3 года. Отменить старые клинрейки можно только выпустив взамен новые или актуализировав прежнюю версию. Автоматически через 3 года они действия не утрачивают. Поэтому все, что на сайте расположено и написано действия до 2023 года, априори принимаем, чтобы мы по ним работаем. Теперь я включаю эксперта. То есть до этого я вам говорила, как клиницист. Эксперта. Я вижу историю болезни. Соответственно, наказываю или не наказываю вношу дефекты. Пожалуйста, несоблюдение сопроводительной терапии. Я могу выбрать код. Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических лечебных мероприятий. А дальше я смотрю, не повлияли на состояние здоровья, приведшие к ухудшению состояния здоровья, приведшие к иммунитизации или к летальному исходу. Это на усмотрение эксперта. Вы не ввели колонии стимулирующий фактор для профилактики, первичной профилактики, например, высокой рисковой по фибрильной нетрепении и химиотерапии. Я выбираю, ничего не привело, либо создало риск. По сути дела, ведь создало риск развития фибрильной нетрепении. Ну и в скобочках, видите, там либо 100% штрафа, либо снимаются, приведшие к летальному исходу, значит 100% сняли деньги и 30% штрафа. Могу выбрать пункт рекомендации невыполнения, рекомендации медицинских работников МИДС по применению методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и так далее. Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, нерегламентированных клиническими рекомендациями, стандартами и так далее. А вот здесь очень часто возникает вопрос, Леонид Викторовна, нам тут наштрафовали 115 этих обследований. Ну эксперт приехал, сказал, ты не сделал вот это, вот это, вот это, вам штраф выложили. Я говорю, а я вам применю вот этот пункт, вы перерасходовали государственные деньги, потому что они нигде не регламентированы. Понятно. Анализы сделали за счет государства. Нигде не регламентированы. То есть я вам новый штраф наложу, например. Имейте в виду. Ну вот так. Ну еще что там. Патологоанатомический диагноз, ладно. Ну отсутствие медицинской документации, результатов обследования и так далее. То есть, ну, это очень часто такое бывает. Бумажка не вклеена, но я не знаю, я вот считаю, и с юристами мы разговаривали, что если вы видели документ, подписали там двумя-тремя подписями, то это юридический документ. Ну как бы подпись врача в истории болезни, это юридический документ. Наличие самой по себе бумажки, оно как бы вот не всегда требуется. Хотя у меня была ситуация, по-моему, с архангельским еще диспансером, когда хер-2 терапию назначили по раку молочной железы, а на бланке написано минус, хер-2 минус. Или бланка не было, наоборот. Сами себе написали хер-2 минус, а антихер-2 терапию назначили. И как? Вот понимаете, либо неправильную терапию назначили, либо бланка нет. А если бы бланк был, да я бы увидела, что доктор описался. Вот здесь тоже смотрите, что написать и что вклеить. Необоснованное назначение лекарственных препаратов, одновременное назначение лекарственных препаратов. Это вот тоже сопроводительная терапия. Но глупости, но железо, зачем же одновременно и внутривенно, и перорально, и все в один день, и все в одну кучу? Тоже есть целый пункт для того, чтобы наложить штраф. Ну и естественно всегда встает вопрос, а где же деньги на это взять? То есть мы должны лечить пациентов, а денег нам на это не выделяют. Я хочу сказать, что у нас есть, как это называется, методические рекомендации по сопроводительной терапии, по лечению осложнений. Где написано, что затраты на проведение сопроводительной терапии для коррекции нежелательных явлений, лечения и профилактики учитываются уже в КСГ. Они учтены, то есть заложены на лечение. Считается, что мы это уже имеем на это деньги. Кроме того, при сопроводительной терапии есть КСГ, вот, ЗНО без специального противопухолевого лечения. Оплата фибрильной нейтрепении, агранулацитоза, вследствие, приводится по КСГ, вот он тоже есть, 19.037. Наконец, есть в КСГ для оплаты лечения анемии. Тоже частый вопрос по всей стране, а я должен лечить анемию? Ну, как бы, а кому это надо? Да, да. В общем, онкологу больше надо, чем терапевту. Вот. Ну, и тем не менее, есть строчка, признаю, что, тем не менее, необходимость совершенствования оплаты сопроводительной терапии и лечения осложнений неоднократно отмечалась специалистами-онкологами. Поэтому в модели КСГ 2023 года уже текущего представлена дополнительная возможность оплаты сопроводительной терапии в определенных условиях к применению коэффициента сложности лечения. КСЛП. Не забывайте. Только, пожалуйста, в истории болезни пишите, по какому поводу КСЛП выделили. Потому что иногда коллеги пишут, там, КСЛП номер не пишут, по какому поводу не пишут, надо еще сидеть разбираться. Это тоже терфун очень сильно раздражает. Вот. Ну, и вот на этой таблице, на которую ссылаются данные рекомендации, где указано, какие дополнительные КСЛП мы можем применять. Я понимаю, денег нам всегда не хватает. Я понимаю, из-за анекдота. Может ли химиотерапевт сделать миллионером миллиардера? Может, да, если миллиардер был до этого. Поэтому, да, нам денег всегда мало. Мы всегда хотим лучше. Но, как говорила и Альбина Сергеевна, деньги надо уметь считать. Деньги надо уметь считать. И, между прочим, если мы, например, тот же КСФ не ввели перед схемой АЦ, которая вызывает высокий риск, имеет высокий риск развития фибрильной нетерпении, то потом дороже будет лечить эту фибрильную нетерпению. А еще дороже будет развлекаться в суде, если пациент погибнет или просто получит осложнение. Я надеюсь, я заработала на перерыв. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Елена Викторовна. Очень интересно.